Сегодня я хотел бы поговорить о картине Фагота. Это российский фильм, вышедший в 2018 году. Это очень интересная, на мой взгляд, картина. И поставил ее очень интересный режиссер Борис Гудс. В титрах всех своих фильмов он обозначен как одновременно и как режиссер, и как сценарист, и как продюсер. То есть это в полной степени авторское кино. Борис Гудс, на мой взгляд, и не только на мой, я думаю, входит в число самых ярких, самых талантливых российских режиссеров, как минимум своего поколения. У него четыре картины, и каждая из этих картин очень оригинальна. Она как-то по-новому осваивает киноязыка, а это вообще в нашей современной реальности очень непросто. Придумывать какие-то новые, оригинальные, интересные ходы именно с точки зрения рассказа и истории. А вот Борис Гудс все время в своих картинах как-то экспериментирует и нащупывает что-то такое новое. И вот Фагот вошел, можно сказать, в российскую историю, как, во всяком случае, так заявлялось и так подавалось. И почему мы не можем этому верить, во всяком случае, других конкурентов на это звание нет. Вот фильм Фагот вошел в нашу киноисторию как первый фильм, снятый на мобильный телефон. Ну, то есть на iPhone, по-моему, если я не ошибаюсь. Для 2018 года это было довольно-таки событийно еще. Вот как время бежит, как стремительно все меняется, сейчас этим уже никого не удивишь. А вот тогда полный метр, ну, полный метр, конечно, относительно, скорее, по некоторым параметрам даже он скорее средний метр. Но, тем не менее, это часовая картина. Но, тем не менее, она принимала участие в больших кинофестивалях. Ну, в общем, как минимум, в Выборгском фестивале «Окно в Европу», где получила даже несколько призов. Это, ну, диплом гильдии киноведов и кинокритиков. А главное, наверное, даже в большей степени более важно, это именной приз одного из столпов фестиваля «Окно в Европу» президента Армена Медведева. И вот это, конечно, было признание не только молодого режиссера как такового, но и его попыток в каком-то новом, свежем взгляде на российскую действительность. И вот это даже нельзя сказать, что это был какой-то такой аванс. Ну, хотя при желании было, пожалуйста. Но, в любом случае, уже через год, вернувшись в Выборг на этот же фестиваль «Окно в Европу», Борис Гудс на нем уже победил в основном конкурсе с картиной «Смерть нам к лицу». Да, это третий был фильм. А первый фильм я о нем уже рассказывал на своем канале. Это был фильм «Арбузные корки». И вот четвертая его картина на данный момент – это нашумевшая картина «Минск», рассказывающая о белорусских событиях 2020 года. Вышла она в 2021. И вот, как я уже сказал и повторюсь, в каждом своем фильме режиссер Борис Гудс находит какие-то новые интересные способы рассказать свою историю. Вот я уже говорил про «Арбузные корки» в том плане, что беря на вооружение такой прием, уже использованный маститыми режиссерами с мировым именем, там и Тарантино, и Инье Риту, что-то у него такое было, и можно другие имена вспомнить, когда он, оставаясь вроде бы на одном пятачке пространства, три раза рассказывает одну и ту же историю. Ну, к чему, что я говорю про Тарантино и Инье Риту, у нас Курасава Великий с Росимоном, да, тоже присутствует. И вот три взгляда на одну и ту же историю, вот рассказаны на каком-то таком московском пляжике, устами, можно сказать, очень молодых людей, представителей нового поколения. Это, на мой взгляд, было очень интересно. И вот в следующей, во второй своей картине, вот в картине Фагота, которую я, собственно, хочу рассказать, о других картинах Бориса Гутца, речь пойдет там в следующие разы, а их как бы уже, ну, как это, вновшество, да, в освоении киноязыка. А вот картина Фагота, она интересна в первую очередь тем, что она полностью снята от первого лица. Это, конечно, вот вроде бы многим покажется, что, ну, что-то такого особенного, но многие там привыкли, допустим, играть в видеоигры. И вот этот прием как раз рассказа от первого лица, он как раз и свойственен, если говорить о кино, его чаще применяют в каком-нибудь экшене. Да, вот, допустим, можно вспомнить хардкор, да, замечательный Ильи Найшулера, вот, который полностью снят аналогичным методом, но при этом это необычайно динамичное кино с какими-то драками, с какими-то там перестрелками, погонями и так далее. И как раз поражаешься тому, как клево это сделано, что весь этот динамизм, он присутствует вот в таком взгляде, да, в таком формате. Довольно-таки, наверное, ну, не самым простым, то есть, вроде бы он как бы смотрится довольно-таки естественно на экране, а при съемках наверняка, ну, возникали немалые сложности, да, как это все снимать. Так вот, Афагота, это как раз кино совершенно другого рода, это как раз, скажем так, драма, ну, это разговорная драма. Здесь нет никаких ни перестрелок, ни дырак, здесь есть разговоры. И как раз вот это и интересно, что автор фильма умудряется удержать наше внимание, вот, без привлечения каких-то таких дополнительных, вот, именно, внешних сюрпризов, скажем так, динамических, а исключительно держит наше внимание исключительно своим сюжетом, да. И при этом мы вот наблюдаем за тем, как этот сюжет разворачивается, глазами главного героя. Мы его ни разу не видим, по-моему, даже нет такого обычного для подобного рода картины взгляда в зеркало. Вот, и вот, то есть мы знаем по титрам, что вот этого Максима, главного героя, играет Александра Дривень, но, то есть мы, если видим, то его кусочек руки, кусочек ноги, ну, мы его слышим, да, мы его слышим голос, и получается, мы все время наблюдаем жизнь его собеседников его глазами. То есть это, в первую очередь, вот девушка, которую играет тут очень, ну, замечательная и, ну, такая, бесстрашная, я бы даже сказал, Анастасия Пронина, которая одной из главных ролей, собственно, играла в первом фильме Бориса Гуца «Арбузные корки». И вот, ну, тут тоже можно сказать, ее смелости актерские можно только подивиться, ну, я в первую очередь говорю о смелости в откровенных обнаженных сценах, скажем так, сексуального характера. Все-таки у нас чаще всего актрисы довольно-таки стеснительны, и режиссеры в массе своей снимать сексуальные сцены не умеют, поэтому не любят, и зачастую, если даже что-то и пытаются, то это превращается в какую-то там невообразимую пожвость. Вот Борис Гуцу, должен сказать, у него получается, получается довольно-таки откровенно, реалистично, и поэтому, естественно, нормально, и это не кажется каким-то таким, ну, выпендрежем или преувеличением. В общем, тема секса в фильмах Бориса Гуца прочерчена, можно сказать, очень так жирненько. Ну, этот фильм вообще, можно сказать, почти весь на этом построен, сейчас я перейду к особенностям сюжета. И другая собеседница вот этого главного героя, это его мама, которая играет, наверное, главная, ну, а то есть, что значит главная звезда этого фильма? Самая известная актриса из актерского ансамбля, это Юлия Аук, которую, наверное, особо представлять как-то не надо, ролей у нее огромное количество, и вот, к ее части, она соглашается вот играть не только в каких-то таких крупных проектах, но вот и в небольших, можно даже сказать, скромно профинансированных, низкобюджетных фильмах, но тем не менее, это все равно очень такая важная, интересная роль, и актриса справляется, конечно, как всегда. Это безупречно, и сразу же, раз я уже заговорил об актерском ансамбле, то надо сказать, еще одной собеседнице вот этого главного героя, которую, опять же, мы видим исключительно его глазами, это его сестра, и тоже очень обаятельно интересная актриса, которая мне в этом фильме очень понравилась, Ольга Коловой-Аксенова, и есть еще его коллега Тамара, который тоже я не могу не выделить, потому что тоже она очень, ну, мне, ну, именно вот с какими-то своими физическими данными, тоже очень так, оставила по себе добрую память, скажем так. В титрах ее имя-фамилия пишется как Анна Даукаева, но вот в кинобазах фамилия уже меняется на Анну Долингер, Эльда Лингер, но вот я надеюсь, что я не перепутал, что это вот все-таки одна и та же актриса, просто, ну, в течение времени поменявшая свою фамилию, наверное, скорее всего, по каким-то семейным обстоятельствам приятным. Вот, то есть, в принципе, если говорить об актерском ансамбле, он, скорее всего, может и не зацепить, скажем так, широкого зрителя, каких-то больших ярких звезд, ну, вот за исключением Юлия Аук, наверное, здесь нет, но, тем не менее, вот все равно этот ансамбль, ну, все-таки, легко заметить, что состоящий в основном из представительницы прекрасного пола, он очень такой интересный, и вот как раз вот возвращаясь к этой фишке, которую Борис Буц использует на протяжении всего фильма, он, мы наблюдаем за развитием событий исключительно глазами героя. Вот он едет за машиной, и мы видим, как, значит, где-то минуту машина эта рулит по улочкам, по дворам, вот где-то там, в это время он ведет разговор со своим другом, и, кстати, вот из титров можно узнать, что этого друга озвучивает сам режиссер, сам Борис Буц, то есть вот можно, что называется, послушать его голос хотя бы, даже не увидев его, и вся история вертится вокруг того, что главный герой, вот лирически, он хочет расстаться со своей девушкой. Там очень тоже интересная причина, по которой он хочет расстаться, потому что, ну, опять же, к вопросу о том, что Борис Буц не стесняется каких-то таких подцензурных, скажем так, разговоров, и говорит, что есть, говорит, что вот у нее у Оли маленькие сиськи, а ему хочется такого русского секса. Русский секс он понимает, как когда член между груди, на что ему сестра очень примечательно отвечает, не может такая дрянь русская называться. Вот, то есть, здесь, конечно, есть такое сочетание и интимных разговоров, и шуточек на эту тему вот такого, может быть, и не самого замысловатого, но все равно по-своему симпатичного юмора. И вот этот герой, желая расстаться с этой своей Олей, он все никак не может найти слов. И вот, допустим, друг, который с ним по телефону разговаривает, тоже ему какие-то идеи такие предлагает. Прямо вот интересное очень сравнение отношений, ну, молодых людей с молодыми девушками, как с постерами. Вот друг советует ему, ну, просто сними постер, да, со стены своей комнаты, ну, поменяй его на другой. Вот тоже очень интересные такие наблюдения, и как раз и в этом фильме, и в других картинах у Бориса Гуцца таких наблюдений довольно-таки много. Вот, по-моему, довольно-таки любопытных. И вот выбирая из всех возможных вот каких-то вариантов, которые, ну, можно сказать, вот этой Оле, чтобы она от него отстала, она его отпустила, этот несчастный Максим выбирает самый такой, ну, вот как-то это у него экспромтом вышло, журнальчик разглядывал, ну, таким с фотографиями наших поп-звезд, и он вдруг выдает, что он с ней не может быть, потому что он якобы гей. И вдруг оказывается, что она, ну, сперва, конечно, такое недоверие, но она поверила. То есть вдруг оказывается, что вот в его каком-то поведении, в каких-то его, ну, может быть, особенностях отношений, вот что-то такое было, и ей показалось, что, ну, это, может быть, звучит логично. Она, конечно, необычайно расстроена, потому что она как раз ему хотела в свой черед показать и показывает тест на беременность, что вот, ну, это, конечно, знак для перехода к каким-то совершенно новым отношениям, и вдруг, бац, такой сюрприз, что, наоборот, он на ней жениться не может, не хочет, и вот, в общем-то, такие причины. И как раз развитие этого сюжета, оно вот по-настоящему получает ход, когда эта Оля обо всем рассказывает в своей социальной сети, это там, по-моему, речь о Фейсбуке, и все это читают. Вот круг, вот вокруг, круг вот каких-то таких знакомств вокруг этого героя оказывается весьма мал, вроде бы Москва, а это, по-моему, все-таки речь о Москве, а не о каком-то провинциальном, не о провинциальном городишке, а именно о Москве, так вот, вроде бы город большой, а тем не менее очень маленький, да, есть такая тоже знаменитая фраза, и вдруг вот эту ее запись все каким-то образом читают. И все верят, и все верят, там мать, мать, конечно, необычайно ошеломлена, с подругами это обсуждают, вот как же так, сестра не сомневается, и тоже вот, в общем, ну, как-то, да, она удивлена, но, в принципе, в принципе, в общем, не настолько удивлена, чтобы прямо вот это показалось для нее таким невероятным сюрпризом. И вот на эту тему, конечно, тоже там возникает ряд определенных таких же, с одной стороны, шуточек, а с другой стороны, вот действительно возникает вот такое интересное и даже острое, особенно вот с каждым годом этот вопрос становится все острее, вот с момента выхода этого фильма, его премьеры на фестивале «Окно в Европе» прошло уже 6 лет, вот к моменту, как я записываю этот ролик. И вот эта тема, конечно, она все острее и острее в нашем обществе, то есть отношение к ЛГБТ, к представителям сексуальных меньшинств, как их принято вежливо называть, то есть вот к гомосексуалистам. И вдруг вот выясняется, вот прорывает, прорывает вот это говно во всем окружении, что, значит, если, допустим, все время звонит на такие тоже закадровые разговоры у этого героя с начальницей, которая все время многого просит, все время пытается вытащить его то из отпуска, то в ночную смену и так далее. Но если, значит, он отказывается, если он не отвечает на звонки, если он вот как-то строптиво проявляет свою самостоятельность, ну, конечно, что же, ну, конечно же, пидарас, да. То есть теперь самое логичное слово, которое можно применить в его отношении. И вот даже мать, вот вроде ее сын, вроде, ну, кровинушки, взрослый сын, не какой-то там уже совсем сопливый мальчишка. И вот тем не менее тоже для нее это трагедия. А какая трагедия будет для отца, когда он узнает? И даже вот друг, который, ну, он-то все понимает, все знает, и как бы, да, 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 ну, в общем, он-то советовал ему немножко другое сказать, но тем не менее, в какое вот, в общем, он не может не признать, что, в общем, этот его товарищ какой-то там долбоебца с этой своей такой отмазкой. И вот, то есть идея оказалась, вот эта спонтанно пришедшая в голову идея, вот таким образом избавиться от вот этой своей девушки, она оказалась далеко не самой хорошей, потому что вот возникают какие-то тоже проблемы в отношениях. Не то, что прям проблемы с работой, то есть начальница и до того была им не очень довольна, но вот оказывается быть геем, о котором все знают, что вот он гей, не очень-то весело в нашей столице. И вот этот парень уже через какое-то время, довольно-таки быстро, ну, буквально чуть ли не прибегает к этой Оле с просьбой вот этот пост удалить или как-то, или еще лучше написать опровержение, хотя бы, ну, то есть он маме-то, конечно, говорит, что это шутка была, и мама вроде облегченно вздыхает, и тут же первым же делом звонит своей подруге с тем, чтобы сказать, ну, не, ну, конечно, это шутка, то есть даже не шутка, это скорее вот эта стерва-ведьма, которая вот на ее паренька, сыночка, напала, вот она его оклеветала таким образом, верить этому, конечно, нельзя, вот, но, вот, тем не менее, вот какой-то, соответственно, всегда осадочек остается, и вот самое интересное, постепенно, постепенно вот так, проникая вглубь своего сюжета, не самого большого, повторюсь, картина идет всего лишь час, автора фильма, он вдруг приоткрывает такую интересную дверцу в прошлое героя, там вот даже вижу в первом разговоре какой-то там возник у него вопрос, а почему-то он помнит с детства, что вроде семья дружила с соседями, и как-то там все хорошо было, а вот почему-то они потом расстались, собственно, отсюда вот там, если я не ошибаюсь, появляется вот этот фагот, вот, что вот мальчика соседа отдали, он ходил в балетную школу, училище там, да, занимался, и вот отец этого мальчика тоже предлагал своему другу соседу, что и ты своего парня отдай, будут вместе ходить, а тем не менее отдали мальчика все-таки в музыкальное училище, в другое, вот по классу фагота, и тоже вот очень такое, дважды этот фагот в фильме проявляется, и тут подсказка, что называется, из глобальной сети интернет, значит, про это не все могут подумать, я, честно говоря, и думать мы, наверное, и не стал как-то, а вот оказалось, что вот фагот, это еще и жаргонное такое выражение, пришедшее к нам с буржуазного запада, затлевающего, которое, собственно, и обозначает вот эту самую нетрадиционную сексуальную ориентацию, и вот таким образом это не просто какой-то там, не просто дудка, в которую дуть, а вот тут есть еще и какой-то подтекст, так вот, вот, значит, этот герой вот что-то такое вспоминает про эту семью соседей, и постепенно, постепенно у него вдруг вот эти воспоминания, они формируются в какую-то новую такую реальность, вот ту самую закрытую, вот эта закрытая некогда в детстве дверца, она вдруг приоткрывается, и вот он вдруг начинает вспоминать что-то такое, о чем он, в общем, вспоминать не хотел, и что в свое время вот действительно плотно на поло, вот плотно-плотно заперся вот где-то там, далеко-далеко в глубине своей памяти. Что-то там такое было, некая детская травма, и вот это воспоминание об этом вдруг заставляет его самого задуматься, действительно не было ли каких-то таких предпосылок, и нет ли тут чего-то такого, и вот как-то ему можно сказать, это даже, ну, меняет, ну, его какой-то, в общем, там, самооценку или какие-то, то есть он неожиданно узнает кое-что новое о самом себе, неожиданно для самого себя, вот он как-то вот вспоминает что-то такое, что ему, может быть, никогда не хотелось бы вспоминать. И вот то, как это здесь вот это придумано, как это здесь рассказано, как это здесь подано, это, на мой взгляд, очень интересно, и вот эта история вроде бы совершенно простая, да, ну, вот ляпнул дурак, вот он хотел с этой девушку бросить, вот такой нашел способ, даже не то, чтобы нашел, вот как-то вот в голову пришло, и вот он первое попавшееся так брякнул. И вот как это вдруг стало развиваться, и вместе вот с каким-то таким жизненным анекдотом, ну, так, анекдот, не обязательно же все прям что-то смешное, да, это в значении какого-то курьезного, скажем так, случая я это слово сейчас употребляю, вот вдруг вырисовывается какая-то такая, ну, не то, чтобы прям большая, но в то же время картина как будто какого-то такого нашей сегодняшней российской жизни. И это довольно-таки интересно, опять же, и совершенно действительно заслужено внимания, которое к этой картине было обращено вот в том же 2018 году. Тут, наверное, даже стоит поудивляться тому, что не была отмечена операторская работа, очень действительно любопытно сделано, потому что ты же, ну, действительно не понимаешь, вот если, ну, скажем так, кто держит вот камеру, кто держит этот телефон. В принципе, конечно, известно, что операторское искусство, это вовсе не значит именно стоять за камерой, а оператором этого фильма, как и, кстати, следующего фильма Бориса Будца смерть к нам к лицу, является Дарья Лихачева, и действительно очень интересная такая ее работа, то есть, ну, известно, что оператор, скорее, отвечает за свет на площадке, вот за то, чтобы все было правильно освещено, и никто не оказался в ненужной тени, то есть, формально, в принципе, вот этот телефон мог держать и, собственно, исполнителю главной роли. Но если это было не так, если вот эта Дарья как-то его обхватывала и держала в телефон, вот обхватив его как-то сзади или как-то еще, то есть, это тоже довольно-таки, ну, или на селфи-палке, допустим, да. То есть, вот, конечно, очень интересно было так посмотреть фильм о фильме еще, к этому фаготу, узнать какие-то такие подробности о именно съемках этого фильма, и вот такое желание, действительно, я думаю, возникает у очень многих, тут вам желаю успехов в поисках, ну, собственно, можете найти социальные сети самого режиссера и задать ему этот вопрос лично, может быть, найдете какие-то уже ответы, готовые непосредственно, там, он уже что-то, может быть, об этом и за прошедшие годы и рассказывал, и вот действительно, это такое вот сочетание, когда какая-то такая техническая фишка, изюминка, придуманная для картины, она очень интересно сочетается с сюжетом, то есть, она не просто придумана сама по себе, что вот, смотрите, вот такая придумка, ха-ха-ха, вот, значит, как это все у меня тут интересно, визуально все придумано. Это имеет, действительно, прямое пересечение с тем, о чем рассказывается, то есть, вот, действительно, этот сюжет, вот, он, может быть, померк бы, или как-то иначе мог бы быть воспринят, если бы мы его, видели его разыгранным, ну, через обычную, допустим, восьмерку, да, кинематографический прием, когда с первого камера смотрит на одного собеседника, потом на другого, то есть, если бы мы видели этого главного героя, видели бы его реакцию, ну, то есть, это, может быть, нас чуть-чуть отвлекло бы от, скажем так, содержания, как бы, а вот то, что мы его еще и не видим при этом, а мы, наоборот, раз мы его не видим, тем больше акцентировано здесь внимание на тех, ну, собственно, его собеседницах, да, которые как раз его видят, которые смотрят ему в глаза, которые, там, с ним то ли ссорятся и спорят, как его девушка, ну, уже бывшая, да, или как его сестра, которая с ним выпивает, и вот это все, как бы, рождает вот очень интересное такое соприкосновение зрителя с экраном, да, со самим фильмом, вот, как-то вот мы уже ближе-ближе становимся, и добиться этого, на самом деле, ведь, непросто, да, вот, какой-то такой, наладить такой мостик между зрителем и экраном, и, кстати, у Бориса Гудсу, вот, у него, что ни фильм, то, действительно, он очень такое находит интересную затравку, самую, безошибочную, чтобы привлечь зрительское внимание. Ну, здесь, допустим, конечно, нельзя не отметить, возвращаясь, опять же, к подвигу и бесстрашию, главная актриса, здесь первый же кадр, значит, это обнаженная грудь, значит, затем, прям вот сразу, то есть, без раскачки, да, не тратя времени на это, на сексуальная сцена, потом, значит, вот, там, героини, прям, и в полный рост, и, потом, даже, целая сцена, она, там, в ванной моется, и, вот, герои за ней сводострасно подглядывают, то есть, это, в общем, ну, рождает такое, как бы, сразу, во всяком случае, в мужских сердцах зрительское участие, да, если это уж сразу такое заявлено, то, что же будет дальше, хотя, с другой стороны, сразу и понимаешь, ну, это тоже такой прием, да, уж сразу показать все, с тем, чтобы потом перейти уже к каким-то делам более важным, ну, как бы, с психологической, с драматической точки зрения, ну, вот, благодаря этому, завлечь наше внимание, ну, помимо, помимо, вот, каких-то, просто, таких, обнаженного тела, здесь есть и сюжетные, опять же, уже пошли шуточки, там, значит, в общем-то, герой отвечает, когда на звонок, вот, своей начальнице, его, тогда еще девушка, да, это ее, вот, самое начало, еще до, вот, рокового объяснения, она, так, прямо, спрашивает, что за баба, вот, ну, он, так, отвечает, так, где, она ему беззвучно отвечает, свой вариант ответа, и, ну, тоже, вот, так, довольно-таки, это симпатичный, так смотрится, смотрится, и потом она проглядывает, он ее дает, чтобы она успокоилась, свой телефон проглядывает, проверяет все его контакты, спрашивает, там, тракались ли, вот, и, допустим, она своей более старшей коллеги, вероятно, пожилой, прямо, отвечает, что со Сталиным возможно, вот, и, вот, как-то это уже сразу, вот, такое, действительно, вот, ну, наше сопричастие к происходящему, вот, тут устанавливается, может быть, наоборот, как раз для кого-то это покажется слишком вольготным, слишком шокирующим, и, наоборот, его сразу от этого фильма отстранит, как бы, и, наоборот, он скажет такой зритель, нет, ну, я такой, нет, я такой не смотрю, но, тем не менее, мне показалось, что это очень все интересно, и вот, дальнейший разговор, когда мама, узнав имя вот этой подруги, которая еще, опять же, до расставания, что вот Оля, сразу говорит, не люблю Оля, да, потому что у нее там был какой-то дурной пример с одной из Оль в ее жизни, а вместе с сестрой, когда они начинают пить водку, они очень смешно разговариваются с Сири, с искусственным интеллектом, но, опять же, это 2018 год, да, то есть, это еще за, уже Сири появилась, а вот речь о порабощении искусственным интеллектом человечества вроде бы пока еще так всерьез не шо, и, допустим, вот очень, даже мне понравилась интересная киношная деталь, когда в ходе вот разговоров, ну, он так монтажно иногда прерывается, перескакивает с одного на другой, вот в какой-то раз сестра, она, кадр уже идет, а вот сестра вдруг вылезает из-под стола с вилкой, да, за которой она полезла, по-моему, очень интересный такой жизненный моментик, который, ну, вот, не, ну, не прям стандартный, да, то есть, ведь она могла сидеть в это время за столом и продолжать разговор, но чтобы вот как-то оживить, оживить вот этот диалог, вот, чтобы принести в нее что-то новенькое, вот такой интересный просто прикол, да, а что если она начнет эту фразу, вылезая из-под стола? Ну, вот это, как бы, подобного рода здесь и историй довольно-таки много, но опять же, конечно, вроде того, возвращаясь к этому главному операционному приему, что камера порой не только залезает в душ, допустим, который уже герой принимает сам, но или, допустим, когда вот эта Оля в момент объяснения дает ему пощечину, то она дает пощечину, получается, камере, и камера тоже трясется, и вот опять же мы становимся, вот буквально, мы буквально залезаем в шкуру этого героя, и подобного рода вот такие моменты, они, конечно, не могут не радовать. И вот помянутая мной вот Тамара, упоминал я уже имя актрисы, которая, значит, мне весьма казалась симпатичной в этой картине, и, да, конечно, и роль у нее одна слава, а оказывается, она коллега голгероя, она тоже лесбиянка, но при этом она хочет завести ребенка и просит, значит, у него, у героя его семя. И вот, соответственно, когда он ей отказывает, тоже такой, ну, приятный моментик, вот, выхода из ситуации, она ненадолго выходит в коридор, чтобы там в одиночестве покричать. Ну, жизненно, смешно и очень интересно. Любопытно, как в фильме, не только в этом, допустим, и в следующем фильме, Борис Агутс проскальзывает такая небольшая политика, допустим, у мамы стоит фотография Путина, рядом патриарх, у самого Путина свеча в руках, то есть это тоже, ну, неспроста, вообще наши, опять же, кинематографисты не любят, вот, не только говорить о реальности, но и вообще каких-то подробностей нашего окружающего нас мира, вот, впускать в кадр. То есть у меня такое ощущение, что далеко не часто встретишь, вот, лик, скажем так, нашего президента в российском кинематографе, вот, хотя бы даже вот такой вот, на уровне фотографии. А вот тут присутствует, возможно, тоже как-то это там отражается, вот, наверное, в следующем фильме «Космерть к нам к лицу», там даже более интересно эта путинская линия, она проглядывает. Ну, вот здесь вот так, как бы, немножко вот так, но это, с другой стороны, рифмуется. И когда вдруг, ну, не вдруг, а герой просит вот эту Олю написать опровержение, ну, что вот в том же Фейсбуке, что вот все не так, и она это знала, она ему вот как раз вдруг отвечает, ну, ты что, Путин, что ли, да? Вот можно, что называется, это тоже об этом подумать и провести какой-то такой, даже может быть при желании, некое исследование, образ Путина в российском кинематографе, и вот фильмы Бориса Гуца в этом исследовании тогда тоже, конечно же, будут. И любопытно, конечно, как он и порой подшучивает, и не только над самим собой, но и, что называется, коллегами, когда та же сестра, она уже упомянутая тоже, вот Полина, она разлагольствует, ну, она обеспокоена судьбой своего сына, тем, что он тоже там не по годам уже взрослый, и вот она, значит, рассуждает, что сейчас же секс повсюду, а режиссеры вокруг наши вообще озабочены. Ну, конечно, опять же, возвращаясь к теме, что секс у фильма, говорится, будет представлен очень так интересно и довольно-таки откровенно, и, во всяком случае, без каких-то таких вот стыдливых купюр, он, ну, тоже можно это расценивать как такая шуточка по отношению к самому себе. Вот что мне показалось в этом фильме, ну, уж завершая разговор, немножечко такой, в эту в целом бочку мёда добавлю капельку дёгтя, но, которая, надеюсь, не отвадит вас от просмотра этой картины, если вы её ещё не видели, что мне показалось вот в качестве минуса, что я могу отметить. По-моему, в этой картине нет толкового финала. Вот прям толкового, который бы действительно в полной мере меня бы удовлетворил. Там, значит, начинается какая-то под конец такая жизнь Москвы на улице, какая-то такая на улице выходит документальная камера, опять же, вот глазами героя мы наблюдаем, вот подглядываем за прохожими, там попадаем на какой-то концерт, там какие-то чтения, ну, в общем. И вот как-то он бродит, а Москва гуляет, там, вероятно, это было снято во время какого-то такого московского очередного праздника, да, может, даже и не обязательно, но Москва часто гуляет у нас по поводу бес, а раньше и того чаще гуляла, и вот какое-то вот его такое начинается такое блуждание, вот, ну, снятое вот совсем в таком документальном духе. И вот мне не показалось, что это прям вот какая-то достойная такая точка, это какое-то такое растянувшееся многоточие, ну, уводящее нас в такой совсем уж авторский открытый финал. А что там дальше будет с героем? То есть, в принципе, мы какие-то ответы получили. Там какая-то, безусловно, развязка сюжета есть, и, ну, как-то, да, можно... То есть никак нельзя сказать, что автор фильма уж совсем все забросил и оставил нас совсем на перепутье. Но вот мне не показалось, что это прям вот какой-то такой железобетонный финал, в котором я, ну, никак не предъявить каких-либо претензий. Вот мне не хватило чего-то тут, и поэтому вот немножечко вот какое-то, может быть, от этого послевкусия так смазывается и вот оставляет сожалеть, как бы, что вот как-то эта история не в полной мере довершена. Хотя на самом деле, помимо вот просто визуального ряда, здесь есть очень интересная, конечно, и вот, может быть, ее имеет смысл засчитать за точку, интересный финальный диалог вот с этой уже бывшей начальницей, которую мы так ни разу не видим, мы только ее слышим, когда она в телефонном разговоре, вот попрощавшись уже как бы с ним как сотрудником, говорит, а вот теперь мы можем поговорить просто как знакомые, познакомь меня с Басковым. Он на его удивление, он говорит, что ну вы же там все знакомы, ты Басков, Галкин, вот опять же, если вы докрутите, что называется, досмотрите, захотите эти титры, собственно, досмотрите, да, титров и захотите на эти титры посмотреть, вы вот какую-то вот такую смехоточечку, да, вы все-таки от этого фильма получите, вот что такое, вот в конце тоже прикольчик есть. Ну и не могу это тоже не отметить, записываю это видео в августе 2024 года, финальный титр этого фильма «Мир, секс и YouTube». Вот во времена, когда YouTube, значит, у нас претерпевает определенные трудности, с миром вообще, в общем, тут все очень сложно, ну, разве что секс. Да даже и секс, на самом деле, действительно, начиная, возвращаясь к тому, с чего я начинал, что тоже сейчас, в общем, у нас все больше и больше становится под запретом, вот эти, простой вроде бы этот лозунг «Мир, секс и YouTube», он, ну, оказывается, вот прям каким-то таким, ну, не скажу прям взрывоопасно-революционным, ну, он напоминает вещах, которые действительно постепенно-постепенно исчезают из нашей общественной жизни. Вот, ну, за финальную точку фильма я, наверное, это все-таки не засчитаю, ну, как тоже один из таких моментов, которые мне показались любопытными, вот, не могу не отменить. В целом, картина, повторюсь, интересная, не самая громкая в нашем российском кинематографе, прошедшая, скажем так, для многих, вот как-то под радарами, на мой взгляд, совершенно зря. Здесь есть интересное решение визуально-техническое, здесь есть интересное решение сюжетное, само по себе как тема здесь поднимается. В общем, картина очень любопытная, а главное, наверное, даже главнее всего, очень любопытна фигура ее автора. Так что очень вам рекомендую с фильмами Бориса Гуца и вот с этими двумя, о которых я уже рассказал, «Арбузные корки» и вот «Фагот», и со следующими обязательно познакомиться. Бориса Гуца